Привет, друзья! Добро пожаловать в выпуск номер 2 нашего великого курса «Английский с полного нуля» для чайников, самоваров, заварников, ситчичек и так далее. Сегодня мы познакомимся с звуками «Эл». Да, позвольте напомнить, вы уже посмотрели видео о том, как выучить английский алфавит за один год, да? Если вы абсолютно не знаете английских букв, отвлекитесь, пожалуйста, поставьте это видео на паузу, потом вернётесь и посмотрите несколько раз видео об английских буквах. Но всё-таки кирпичики эти, да, кирпичики нашего фундаментика, ну, желательно с ними познакомиться. Тем более помните, что они практически одинаковые в английском, французском, немецком и так далее. То есть это латиница, ну, познакомьтесь с ней, если вы не помните ABCD и F и так далее, как выглядит каждая буква, не просто на слух ABCD. ABCD это за 5 минут можно запомнить, так как вам желательно знать, как она на письме, то есть вы видите эту букву на письме, сразу же раз вы уже знаете, ага, это J, а это G, а это H. Итак, познакомьтесь, если вы ещё не знакомы. Если знакомы, окей, сегодня у нас великая по частотности, наверное, на втором месте после буквы A, ну, я так условно говоря, из гласных, буква U, которая в большинстве случаев коротеньких простых словах читается как весёленький такой на выдохе лёгкий звук A. То есть похоже на русский O, но где-то с одновременным O звуком русского A. То есть A на выдохе, да? Клок, на, стоп и так далее. Клок, на, стул. Окей, друзья, переходим к нашему практическому упражнению. Итак, что мы сегодня имеем, друзья? Мы имеем буковку O. Она, слава богу, абсолютно похожа на нашу букву O. И ничем, наверное, она нас особо и не удивит. Она очень часто встречается в словах, ну, наверное, во всех языках, где она присутствует. И в английском языке она читается по-разному, есть пару вариантов, но самый-самый распространённый вариант, который мы видим с вами сейчас перед глазами, лицезреем, созерцаем. Это в односложных, коротеньких словах, где после нашей последней согласной ничего больше нету, никаких там гласных и так далее. Это называют ещё, как в школе учат, закрытый слог. Я не хочу перегружать вас всякой ненужной чепухнёй, но, по крайней мере, зато вот закрытый слог. Если бы здесь была буковка I, такая, как наша E, она бы, эта буковка наша O, скорее всего, читалась бы не A, а O, там, HOT, какой-то там. Ну, так как у нас нету никаких буковок I, у нас всего три буковки, здесь, 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 то в основном эта буковка читается A. Лёгкий, выдыхающий звук, быстренький A. Иногда американцы, особенно, они настолько выдыхают, что она у них похожа прямо на A. HOT, HOT, NOT. Читайте, как вам нравится, друзья. Читайте, если вы вообще не знаете, как читать, читайте, так как это делаю я. И всё будет нормально. Выработать свой стиль вы всегда успеете. Окей, поехали, друзья. Процедура, как обычно. Первый раз мы читаем, вы смотрите, как я читаю, слушайте, следите глазами. Второй проход вы читаете за мной. Ну, а третий проход, это как бы такой тестик. Вы читаете самостоятельно себе или гордо своей семье, или коту, попугаю, рыбкам и так далее. И добиваетесь нормального, плавного. Помните, самое главное не дикая скорость, а самая главная плавность, как в музыке. Окей, поехали. Смотрим, значит, слушаем, как я читаю. Хот, pot, nut, bob, pop, jog. Гот, rub, fob, mop, lop, fog. Rot, sub, mob, hop, cog, hug. Sod, rot, rub, cog. Гот, got, sub. Моб, tot, pop, cob, butt, tom. Гот, fog, lot, cod, dog, pot. Так, это мы сделали. Простенько, конечно, оно все читается. Я думаю, у вас никаких особо проблем возникать не будет. Помните, что английские звуки немножечко сочнее, чем в русском. Что имею в виду? Особенно на конце слов. Если в русском языке у нас какое-то слово mob написано, то у нас мы читаем его, не задумываясь, не mob, а mob оглушается. В английском оглушается в 10 раз меньше. То есть, немножечко оглушается, но что-нибудь. То есть, если mob, старайтесь, чтобы это было mob. Но не надо уж mob, но и не mob, как в немецком там все оглушается. То есть, английский сочный язык. Звонкие согласные эти, они и есть. Звонкие согласные. Fob, rab, fog, не надо fog. Fog и так далее. Окей, упражнение номер 2. Exercise number 2. Читаем за мной. Hot, pot, nut, bob, pop, jog. Got, rob, fob, mop, lop, fog. Rot, sub, mob, hop, cog, hog. Hot, pot, cod, tom, tom, bug, lot. Hug, pod, cog, top, jog, rod. Hot, hot, pop, pop, cob, hot, hot, pop, pop, cob. Cub, mob, tug, dot. Sod, rot, rob, cog, gut, sob. Mob, tot, pop, cub, butt. Got, tom, got, fog, lot, cod, dog, pot. Прекрасно. Итак, ваша задача, как всегда, пройти столько раз эти упражнения, а потом самостоятельно прочитать до тех пор, пока ваш контрольный самостоятельный, хотел сказать, чтений, не будет вас же лично удовлетворять. То есть, плавно, спокойно, вот так вот. Hot, pot, nut, bob, pop, jog. Вот так вот. Пожалуйста, прислушайтесь к тому, что я говорю, не надо халтурить и переходить к следующим упражнениям, к следующим выпускам, пока вы еще тут еле-еле. Hot. Потом смотрим. Pot. Pot. Не, pot. Не, 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 не. Not. Not. Это не годится. Добейтесь, пожалуйста, нормального, плавного чтения. Hot, pot, nut, bob. Ну, это же не тяжело, согласитесь, я особо вас не перегружаю. Окей, друзья. Кстати, этот, как бы, курс, он прекрасно подходит и взрослым, и деткам. Ну, не новорожденным, но, по крайней мере, те, кто могут спокойно усадить кого можно на пять минут, и чтобы он смотрел в экран. Прекрасно. Для школы прекрасно подойдет. Я проверял еще, когда в общеобразовательной школе работал, забыла, давно. Но мы занимались, уже тогда мне очень-очень нравилось вот это вот дело. Детки читали слова, вот эти наборы слов, и результаты были обалденные. Поэтому, неважно, сколько вам лет, это универсальная методика, которая подходит всем и старым, и малым, и средним, и вообще. Окей, друзья. Желаю вам классного английского, классного настроения. До встречи в следующих выпусках. Так, друзья, я разогнался там, заговорился и пожелал вам удачи. До встречи в следующих выпусках уже в самой практической части. Позвольте сделать это еще раз. Мы сегодня познакомились с буковкой О, и как она читается в основном, как краткий, легкий звук А. В следующем уроке, в следующей нашей ступеньке, в следующем выпуске мы с вами почитаем совместно буковку Э и буковку О, эти два звука, Э, О. Но надо же нам как-то заполировать, зашлифовывать и кристаллизовать наши приобретенные навыки. Окей, друзья. До встречи в следующем выпуске, и красивого вам английского.